Говорит Черкесск Здравствуйте! В студии с главными новостями Республики у Марти Киев. Сегодня в выпуске. Глава Карачаевой Черкесии Рашид Тимрезов провел совещание по вопросу оказания помощи семьям военнослужащих Республики. В год педагога и наставников Карачаевой Черкесии начнется строительство трех новых школ. С 1 января этого года страховые пенсии жителей Карачаевой Черкесии проиндексированы на 4,8%. Далее об этих и других темах подробнее. Глава Карачаевой Черкесии Рашид Тимрезов провел совещание по вопросу оказания помощи семьям военнослужащих Республики, выполняющих боевые задачи на территории новых субъектов Российской Федерации. Члены правительства доложили главе региона о том, как обстоят дела с формированием дополнительной помощи от Карачаевой Черкесской Республики для нужд военнослужащих и о том, как налажен оперативный контакт между командованием воинских частей и МЧС по доставке гуманитарных грузов. Кроме того, глава Республики заслушал информацию об итогах осенней призывной кампании. Глава Карачаевой Черкесии Рашид Тимрезов провел расширенное совещание, на котором подвели итоги работы правительства в 2022 году. Кроме того, были поставлены цели и задачи на 2023. В целях дальнейшего развития реального сектора экономики, создания новых рабочих мест и стимулирования импортозамещающих производств, ну и принято решение объявить текущий год годом развития промышленности. Прошу от коллеги правительства и вице-премьеров, и министров, ответственных за определенные национальные проекты, четко выстроить планы работы на год, уточнить потенциальные риски, узкие места, которые нам нужно проработать совместно с федеральным центром. В 2023 году в республике запланированы строительство и реконструкция 202 объектов. Об этом рассказал министр строительства ЖКХ республики Ринат Семенов. В этом году у нас снова амбициозные планы. Мы планируем начать строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 202 объектов. Строительство – это у нас и дорожная инфраструктура, и инженерная инфраструктура, и объекты здравоохранения, образования, культуры. В 2022 году в рамках реализации программы комплексного развития сельских территорий в Карачаево-Черкесии были реализованы мероприятия улучшения жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях, и современный облик сельских территорий. В рамках проекта «Современный облик сельских территорий» в прошлом году было завершено строительство четырех объектов водоснабжения в четырех муниципальных районах. В частности, улучшено водоснабжение в ауле Инжи-Чукун, селе Псемен, ауле Саратюс, произведено строительство водопровода в западной части аула Хабес. В год педагога и наставника в Карачаево-Черкесии начнется строительство трех новых школ. В Адыге-Хабле на 600 мест, в городе Черкесске новый корпус на 400 мест и в Хабесском районе школа-лицей на 265 мест. Плюс четвертый объект завершается строительство школы в селе Учкикен Малокарачаевского района на 960 мест. Кроме того, в этом году запланирован капитальный ремонт в 19 школах и подана заявка на получение 16 школьных автобусов. На сегодняшний день уже получено 168 единиц автотранспорта. Острой потребности в автобусах нет, необходимо лишь обновить тот транспорт, срок эксплуатации которого превысил 10 лет. В Донбайе появится новый туристко-информационный центр. Главная цель нового проекта – создание площадки для консультирования представителей туристического сообщества и продвижения информации о турпродуктах курорта, поскольку центр объединит информацию о местных достопримечательностях, исторических и культурных ценностях и мероприятиях, экскурсионных маршрутах, транспорте и развлечениях. Комментирует информацию министр туризма и курортов Расул Тикеев. Донбай – это старейший и популярнейший курорт не только на Северном Кавказе, но и на территории всей страны. И, конечно же, актуальным становится создание единой сервисной службы на территории. Туристы смогут получать необходимую информацию. Информация будет достоверной. Это будут, как и размещены цифровые карты, будет приложение, созданное к этому ТИЦ электронное. Также это будет оказание услуг. Это необходимо на сегодняшний день для того, чтобы туристы могли получать более качественные туристские услуги и информацию о том месте, где они находятся, и о регионе в целом. В Карачаево-Черкесии откроют футбольный лагерь и построят крытый манеж для тренировок юных футболистов. Информацию комментирует министр физической культуры и спорта Рашид Узденов. Мы этот вопрос рассматриваем и рассматривали до обращения уже нашего коллеги Сергея Маченко. Рассматривали. Мы примерно определяли его потребность, масштабы, его локацию. Наверное, мы все-таки построим футбольный манеж. Дальше он будет где-то размеров под мини футбол 40 на 20 с площадкой. Но пока вопрос о локации и о проектно-смертной документации, а дальше о вхождении в соответствующую программу. Если говорить о маленьких малышах, все-таки, наверное, надо их вывести на определенный уровень, чтобы в дальнейшем уже оттачивать на каком-то высоком уровне их мастерство. Но опять-таки предложения нашего коллеги мы берем во внимание. И если в дальнейшем потребуется поддержка либо материальная, либо какая-то техническая, мы поддержку, конечно, в этом вопросе окажем. Заместитель мэра Черкеска Заур Тугов прокомментировал ситуацию с переселением жильцов многоквартирного жилого дома по улице Гутякулова 9 и 5, которые обратились к главе республики в ходе прямой линии с просьбой улучшить условия их жизни. Что касается многоквартирного дома, расположенного по адресу Гутякулова 5, он в постановлении мэрии включен в перечень домов, подлежащих переселению. На сегодняшний день готовится техническая документация по передаче второго дома по улице Свободы 62 в собственность муниципального образования города Черкеска. После того, как этот дом будет передан, жильцы домовладения, расположенного по улице Гутякулова 5, будут переселены в данный дом. Мы определили уже, что у нас первый дом, реализация программы, она исполнена у нас на 91%. То есть 8 домов мы практически переселении. Сейчас после передачи второго дома у нас стартует второй этап переселения домов, где уже включен дом по Гутякулова 5. Также претендентами для включения во второй дом к переселению у нас является дом по Гутякулова 7 и по Октябрьской 3. С 1 января этого года страховые пенсии жителей Карачаева Черкесии проиндексированы на 4,8%. Об этом сообщили в отделении социального фонда по Карачаевой Черкесии. Повышение затронуло 105 тысяч неработающих пенсионеров республики, чьи выплаты в среднем увеличены на 1000 рублей в месяц. В результате индексации средний размер пенсии по старости вырастет до 17,5 тысяч рублей. Для каждого пенсионера при этом индексация индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. С 1 января этого года в стране появился Социальный фонд России. Он образован путем объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. О том, какой будет структура соцфонда, как совместят офисы ПФР и ФСС, «Что изменится в работе с гражданами», рассказала заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда Республики Ирина Тамбеева. Наши офисы остаются по тем же адресам. Специалисты, которые осуществляли прием в фондах социального страхования, они переедут на наши площадки. И все услуги как фонда пенсионного, так и социального страхования можно будет получать по адресам клиентских служб Пенсионного фонда. Это важно, чтобы люди знали, куда им с января обращаться. Единое детское пособие для семей с низким доходом – это мера государственной поддержки семей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. В Карачаево-Черкесии с 1 января прожиточный минимум составит 13 225 рублей. Новую выплату смогут получить женщины, вставшие на учет по беременности в ранние сроки, а также родители детей с рождения до 17 лет. Сто лет исполнилось бы в этом году народному поэту Карачаево-Черкесии Азамату Сиюнчеву. Его творчество многогранно, более тысячи стихотворений, три десятка художественных книг и научных трудов. А по его учебникам родного языка училось несколько поколений школьников. В юбилей поэта его семья и близкие организовали День открытых дверей в Литературном доме Музея народного поэта. Комментирует информацию дочь Азамата Сиюнчева Татьяна Ченкаева. Я очень благодарна всем, кто откликнулся на наше приглашение. Такое тепло в душах, чувствуется такое внимание, любовь народная. Спасибо всем, кто пришел сегодня, кто разделил тот день, прикоснулся к его памяти, к его творчеству, к его труду. В селе Джага продолжается капитальный ремонт сразу двух берегоукрепительных сооружений на реке Шкакон. Подробности сообщила советник министра природных ресурсов и экологии республики Медина Боташева. Общая протяженность двух берегоукрепительных сооружений, на которых ведутся работы, составляет 3376 метров. В рамках государственной программы воспроизводства использования природных ресурсов и проводится в целях обеспечения защиты населения и социально-экономических объектов от негативного воздействия вод, прежде всего в наиболее поводкоопасных и подверженных подтоплению районах. Ремонт дам позволит защитить 1400 человек и их домовладения при усадебной участке. Общая площадь территории, подверженной затоплению, составляет порядка 55 гектаров. В зоне возможного подтопления также расположены школа, мечеть, администрация сельского поселения, дом культуры, детский сад и другие объекты инфраструктуры села. Проведение работ позволит предотвратить ущерб от негативного воздействия вод в размере более 1 миллиарда рублей. Следственным управлением МВД по Карачаевой Черкесии возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшей за собой смерть человека. В республике в законную силу вступил обвинительный приговор в отношении четырех участников преступного сообщества наркоторговцев. Так, Управлением Федеральной службы безопасности России по Карачаевой Черкесской республике в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена преступная группа в составе двоих граждан России и двух иностранцев, организовавших канал поставки избыта на территории Карачаевой Черкесии, Московской области и Республики Северная Сеть Алания наркотических веществ с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Злоумышленники задержаны с поличным в момент осуществления закладок. Изъято 600 грамм героина, что является особо крупным размером. К приговорам Черкесского городского суда, обвиняемые признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 7,5 до 12,5 лет. Зима – любимое время года для многих людей, но только не для автомобилистов, поскольку дороги регулярно покрываются коркой льда или хорошо укатанным снегом, кратно увеличивая риски ДТП с очень серьезными последствиями. Впрочем, статистика тут нас обнадеживает, уверяя, что только 15% аварий приходится на зимнее время. Об этом не понаслышке знают сотрудники УГИ БДД и МВД по Карачаево-Черкесии, организовавшие для журналистов региональных СМИ брифинг по итогам прошлого года. Об обстановке на дорогах республики и очагах аварийности более подробно рассказал начальник отдела организационно-аналитической работы и пропаганде безопасности дорожного движения Олег Камов. У нас имеются районы, в которых большой рост пошел. Это Зеленчукский район у нас самый большой показатель дал. Так как там находится федеральная автодорога МСО Архиз, на этом промежутке у нас погибло 19 человек. Также у нас Хабейский район дал большой прирост, там был ДТП, в которых по 2-4 человека погибли. Поэтому там тоже рост у нас пошел. Три у нас находятся на федеральной автодороге НСО Архиз, на которых все, можно бы сказать, 19 почти погибли. Два находятся на федеральной автодороге Черкесск-Домбай, два в городе Черкесске. Это улица Демиденко-Крупская, там светофор, у нас там часто бьются. Почему, мы не можем знать. Там светофор стоит, человеческий фактор. Кто-то пытается проскочить, хотя на светофоре есть время ожидания, но люди проскакивают. И у нас еще одна в Адгихабрском районе, на Кват-Кавказ. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха от 0 до плюс 5, в горах местами до плюс 10. Утром местами на дорогах гололедица. В горах Карачаево-Черкесии свыше 2,5 тысяч метров. Лавина опасна. В Черкесии без осадков ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Утром на дорогах местами гололедица. А столбик термометра поднимется до 3 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго.